СТЕРЛАТР ТВ 18-тысячный стадион и призовой фонд в полмиллиона долларов США. Ты не можешь пропустить первый в истории СНГ турнир на арене стадиона. 15-17 января. Республика Беларусь. Минск-Арена. Билеты уже в продаже. Больше информации на сайте starluder.com Беларусь. Минск-Арена. Беларусь. Минск-Арена. Беларусь. Минск-Арена. Е-гейминг-бетс. Мы принимаем ставки на компьютерные игры онлайн. Патчу против коллектива Тимса Тудуа Тига. Это Starluder. Это лузера. Матч на вылет. Проигравший турнир покидает. Проигравший не имеет возможности получить вообще ничего. Ну а победитель проходит дальше. Там все будет получше. И есть шанс на проход. На лан-финал будет сложно. Там уже ждет команда Тинси. По сеточке дальше. Ну и будем смотреть, кто же победит. Сегодня комментирую не только я. Ко мне присоединился Смайл. Смайл, тебе привет. Всем привет. Тебе тоже большой. Как у тебя здоровье? Как ты сам вообще? Ну так. Температура есть. Но я вроде готов. Ну отлично. Будем смотреть. Тем более мы с тобой театр не на Америке, а на Азии. Более удобно для нас время. Вроде и команды не самые слабые. Хотя Азия похожа на Америка. Вот сколько смотрел. Такие же мувы необычные, странные пики. Исполнение вот сегодня, например, была Винга на позиции кэри. Которую, в принципе, не часто увидишь. Только от команды ВП. Часто мы замечали атак Финвега. Ну я не понимаю, но кто пикает еще Вингу на позицию кэри. И выиграла. Была Винга от Фнатик. Что ты можешь сказать о командах вообще вот этих вот? В курсе ли ты кто это? И что они могут? Ну, новые лица появляются. Я, конечно, знаю пару. Тут им от эхо того же и Айса. Но так, за тем же, как и Американским дивизионом, недавно начал пристально наблюдать. Так что ничего такого прям жесткого сказать не могу, как они вот там месяц-два назад играли. Только вот в последнее время что-то как-то там по пикам. Ну, по коэффициентам саду-два тига фавориты. 1,5 на ФД 2,3. Поэтому, в принципе, плюс-минус. Ребят, у Смайла новый микрофон. Поэтому, если какие-то проблемы со звуком, вы сразу напишите. Скажите, чтобы мы смотрели... Фидбэк, фидбэк, надо понимать. Да, все пофиксить. А то, не знаю, нормально ли нет. Потому что у меня немножко ты шумишь чуть-чуть. Знаешь, такой шум идет внешний. Я, честно говоря, не знаю. Ну, ладно, напишите. Мы уж точно будем фиксить. Будем знать, что фиксить. Ну, ладно, перейдем мы к пику. Тут, в принципе, ничего необычного нет. Тулска, Паришин, Веномансер от команды ФД. Садуатига, пик у тебя СФ, Дума и Тарксира. Ну, не считай, наверное, пика Веномансер, который нынче не самый популярный. Саппорт Веномансер, скорее всего. С Саппоришином, Тулска на сложный. Что ты вообще Веномансер это думаешь? Твой герой нынче не популярный. Хотя, в принципе, в тимфайте неплохо, пушит хорошо. Почему так редко-то пикают тогда? Да нет, не редко. Просто забывают. Чемпионы мейджора у нас его пикали на протяжении вот этого сезона. Как раз брал там Сенотейл его, шел там фармить в легкую линию этим Веномансером. В принципе, ну, герой как герой. Ничего его не поменяли. Он такой же сильный при раскачке. Он просто на Суппорта, вот, он трудно заходит, потому что ему левел нужен. Вот этот ультимейт, все макшены, змейки макшены. И вот, когда он стоит на Саппорте, он это все медленно очень получает. А так, на роли какого-то такого полусеми-керри Суппорта он отлично заходит. Ну, и здесь, как я понимаю, все-таки ФД будут использовать его как Саппорта. Уже есть Эмбер на фарм, и, скорее всего, будут убираться какой-то хороший мид-персонаж. Ну, Дума отдали еще, беда. Мне кажется, может Эмбер даже мидл пойти, а Веномансер как раз-таки на керри встать. А Таск с Сейшн Допарейшном Суппортом, что-то из этой серии. Тут вариации, в принципе, есть. Тут можно и так, и так ставить. Да, все что угодно можно сделать. Какие-то и даблы не могут появиться. Все, в принципе, возможно. Ну, вот 1, 2, 3 заванили Алхимита. Подумали, что он может отправиться на центр. Против СФ был бы весьма неприятный персонаж. Все-таки спрей горит и мешает фармить. Но по-хорошему лучше, наверное, его поставить в керри. Потому что там очень толстые герои. Все, что Shadowfin там с Меккой будет, Дум под землей, Дарксир, Спиритбрейкер. Все это толстое. И если Веномансер как раз получит там быстренький 11-левел какой-нибудь, там подфармит себе Аганим. Там вот эта комбинация Веномансер-аппарат. Очень большие проблемы как раз с этим полстым героем будут делать. Ничего, хилы не будут работать. По хп тоже будет проседание. И Эмбер Спиритбрейкер просто будет собирать халяву, если это все грамотно раскастуется. Ну вот пока для Эмбера контроля много. И Леон, и Дум. Сложно будет Эмбера здесь играть. Если Леон какой-то Блингдаггер еще купит, то вообще будут прекрасные хек сдаются моментально. И по сути даже самый крутой Эмбер улететь навряд ли сумеет. Ну ждем Ласпик. Минутка остается подумать. Меракло, это не тот Меракло. Всегда в Азии путают Меракло, Меракло. Хотя этот игрок тоже играет достаточно давно в Доту. Но вот всегда путают. Вот бедный вот этот заложник Ника. Ничего делать уже не может. Да, пишет, что шум идет немножко. Но, честно говоря, я не знаю. Это не у меня, значит. Попробуй, не знаю. Патырка может попробовать немного. Да это не в провод дело, не в проводе. Не знаю. Ну чуть-чуть, шум чуть-чуть, но фоновый вид, что идет. Что не так? Микрофон, свойства, уровни. Посмотри, может там есть глушить шум, что-то такое. Какая-то функция, я вот помню. Да, сейчас там. Слушайте все эти... Мод, я ее сделал потише, во-первых. Можно меня погромче сделать. Алло. Да-да-да-да-да. Так, мастера шум идет, вот этот фоновый небольшой. Так, где тут это улучшение? Вот, отключить все, закрывают эффект. Так, а есть там еще... Так, так, нет, ничего не меняется. Так, что еще можно сделать? Больше, наверное, и ничего. Ничего нельзя. Сейчас посмотри. Там какая-то просто функция была, типа глушить именно все посторонние звуки. Ты ее нажал, да? Да, да. Была. Подавление шума, да-да-да, функция. Не знаю. Ну ладно, после матча там, может, скачаешь реалтек, какой-нибудь драйвер, чтобы оно все пофиксило. Это и есть голова. Есть, да? Это и реалтек, да все. Мм, непонятно. Я не знаю, что. Ну ладно, шум такой прям сильно мешает. Я думаю, если что, я тебе потише немножко сделаю, чтобы шума была меньше. Чуть-чуть, вот так вот. Да-да-да. Добирается Виндрэнджер от ФД. И, скорее всего, будет играть на ней Меракл. Опять же, не тот Меракл, но, тем не менее, вот этот Меракл тоже на варке играет очень даже неплохо. Ну и Эмбер фармящий, Виномастер Саппорт. Поглядим. Виномастер Саппорт, вот как ты сказал, я, в принципе, согласен, что слабо Ватц не получает эксп. Надо ему левел. Поскорее, побольше. Видимо, Паришем будет безогонимо бегать, если Виномастер будут фармить. Эмбер фармами спокойно пойти в какую-нибудь сложную линию, допустим, Таск, Аппарат и Виномастер, вот, АПР-ку отправить, что-нибудь из серии Соло, там, против ДС, и Эмбер Спирит, там, Мидл против СФ, и так далее. Ну, сейчас поглядим, что они придумали. Ну, вообще, по пику, конечно, вот, кто тебе нравится, не знаю, мне вот 1-2-3 нравится просто, потому что контроля много очень. Да, и контроля много, я говорю, у них вот такой кулачок есть, если в них ультимейты эти не попадут хорошо, то они на хп-шках просто выведутся. Там эти связки, если не будет взлетать, с ульты аппарата мимо будут лететь, там, Виномастерские ульты, там, по одному-двум людям, то они просто бежать будут и будут их убивать. Так, ну и готов УД. Напомню, что это Стреладер, матч на вылет, проигравший турнир покидает, победитель проходит дальше, там уже ждет команда Тинуси против, ну, и, в общем, тут проигрывать больше нельзя. Хоть и формат встречи БУ-3, тем не менее, только лишь одно поражение, возможно, больше никак. Ну, и по коэффициентам я сказал, что 1-2-3 являются все-таки фаворитами. Многие спрашивают, почему называется Садуатиго, а написано 1-2-3, если я не ошибаюсь, то по-малайзийски Садуатиго это и будет 1-2-3. Все очень просто, название незамысловатое. Так, у кого Миракл проблемы? С клавиатурой, ждем, пока он появится. Поехали. Да, поехали, смотрим. Ну и 1-2-3. Сторона Радиент, Линк на Леоне, 3-4-3 на Баратруме, Пипикси на Думе, Яматех на СФ и Айс на Тарксире, ФД, Кейл на Туске, Меракл на Виндрейнджер, QVD на Эмберспирити, Любе на Паришине и Кай на Веноманстере. Вспоминав вчерашнюю игру, ФД там знатно на Фидоннеле был как раз QVD, был Меракл, игра была странная. Квиди купил, например, себе Масков Мендес против Лины, против полного прокаста противников и бегал, просто умирал по кулдауну. Очень было странное решение, Мом Лотар себе купил и просто физил. Но надеюсь, сегодня ФД будет играть получше, очень бы хотелось в это верить. Но опять же, есть шанс на проигрыш, но только один. Ну и напомню, что слот только один имеется в Юго-Восточной Азии. Он последний остался для них, не единственный. Ну и в лесу какая-то стычка намечается, либо же нет. Блин, очень может круто синицировать, либо подкопом, либо хексом, но нет. Поставили варты и всё. Спокойно зачекали просто, да, вартец воткнули. Веномастер взял себе уже гель, кстати, на левел 1. Он с ботиночком как раз будет воевать, наверное, где-то ходить, подгангивать. Может, как раз будет мучить того и сэфа на миде, чтобы у Мерокова всё было хорошо. Ну, даже дабл-линия Туз плюс Веномастера довольно мощно выглядит. Шарды, Сноубол, гель. И убивать могут они член-тач нажали и выходят на руны, готовы здесь воевать за эту руну. Самый на топе уже стоит. Эмбер-спирит врывается, брат, рум, подкопа Кай. Кай, рейс ловил 1, а рейс 2 мы не увидим. Кай уходит на 60 кп и руна в итоге для этого... Есть рук надо, чего вы не бьёте Дума? У него мало армора сейчас. Они бьют, но очень медленно, потому что член-тач висит и 150 хп, 100 хп. Команда научились нормально на этих рунах делать фокус одного героя. Все бьют другого. Ты накинулся член-тач, у тебя плюс полтос к демиджу. Но ты эту Думу просто сотрёшь. Если все тычки будешь давать по Думу. Там с Кольцом был единственный Дум, но всё-таки был армор как-никак. Три армора всё равно не так много. Они и Баратрума били, и Думы начали бить, поэтому как бы не было одного фокуса, поэтому, собственно, и никого не убили. Ну и вот он, лайнап, пока что дабла. Туск и Веномансер, опять же, дабла неприятная. Но Дум пока с землёй, ведь всё будет сложновато здесь. Хотя, не знаю. Опять же, гейль, шарды, сноуболы, наверное, Дум может и в таверну отправиться. По другим линиям. На центре Яммотех против Меракла, СФ против Уэрки. Посмотрим. Я думаю, что Яммотех наберёт душ и начнёт Меракла прессовать. Притом, помощи нет ни от одного саппорта, ни от другого. На центре стоит один на один. Что нынче не так уж и стало и популярно. Обычно приходит хоть один саппорт. И Меракл еле-еле живой. Баратрум уже бежит, кстати. И Меракл без Виндрана. И сейчас Баратрум пойдёт, а он пойдёт. Вот до конца можно идти. Тикин только-только едет. И Фласка. Ну, уже надо было разворачиваться, на самом деле. Слишком далеко заходил. Три-четыре-три. Ямотех не пошёл. Он слишком тонкий. Поэтому эти подвышковые танковые демиджи со своим ТХП и Триармора смысла особо-то и не было. Он даже врезался. От него и Фласка ему не сбил. Спасивочки нету. Кай находит Баратрума. Ну, здесь не повоюешь. Там Чаршин отсюда убежит. Но, зато Баратрум может немножко поразмениваться, да. Правда, сложно это делать. Виномастер всё-таки раньше атаку имеют. И Баратрум отсюда вынужден уйти. Может быть, дождётся руну. Постоит здесь. Пока от него польза особо на карте. Баратрум даже ударов этих не чувствовал. Пять армора. Ну да, и щиток ещё. Когда по нему 40 бьют, там вообще по 15, считай. Или срабатывают ещё по 10. На топ-линии Дарксир. Левел 2. Пока что без фарма. Наконец-таки вот крепочки к нему подошли. Видимо, он сворвал их с маленького спауна. Или вот... Да-да. Вот для этого тоже спауна. Понятно. И вот. Два крипочка, три, четыре крипочка. Должен всех забирать. Должен всех забрать. Одного не забрал, но тем не менее. Вот уже есть левел 2. QVD. Есть члены и есть фангвард. Но Дарксира убить не получится. Слишком сложно будет сделать. Тусик на хосте. Выходит вниз. Веномансер переместился на центр. Левел 1 с ботинком. Пока что не самая у нас активная дота. Вот, начи американской. Всё происходит довольно пассивно. Баратрум вроде и бегает, но пока без происшествий. Хотя комбинация Дарксир плюс Баратрум с Айншеллом это убийственно. Но пока надо левел Дарксира. А пока жестких станов просто еще каких-то нет. Вот нужно левел получить всем героям на карте абсолютно. Что там у Эмберспирита как раз связки, чтобы там хотя бы на 2 секундочки привязывал. Что там у Вендорейнджерки тоже маленькая связка на полтора секунды. Леон тоже с маленьким временем дизейблы. Эксп нужен всем по сути. Общаются они чуть левелов наберут. И как раз экшен начнется. Что там уже героя будут на месте держать. Из-за этого будет возможность убить кого-то. SF, Рейсбенд ведет себе боттл. SF здесь мекку фармить в принципе не обязательно имеется. Благо Дарксир, поэтому можно выходить. Ну сразу в Санжи Яшу классическую. Посмотрим. Юву давно не видели. Мы кстати на Сэфе как капнули тотуману использования на Юл. Он собственно перестал пикаться. Либо есть другие причины, почему Юл перестал появляться на этом Сэфе самым. Кстати. Да и сейчас все пытаются как-то преимущество забирать. В начале от мека лучше намного будет. Внизу. Пипикси подцепили. Пошел сноуболт. Пипикси под гелем. Земля через 5 секунд. Хороший подкоп. Но гель горит. И очень больно. Пипикси ферсблат оформляется. Вот. Прочекали, что не было земли. Очень четко. Ну да была неприятная. Опять же сложно стоять против нее. Думу, милишнику как-то фармить нормально. Хотя фармил. 17 крипов было. Но вот ФБ отдал не совсем приятно. Хотя по надворцу думаю все равно будет. Ну нет. Далеко не в топе. Слушай. Был бы он землей. Спокойно веноманцеры убили бы. Была она в кулдауне. К сожалению. Для него 1-0. Команда ФД впереди. Начало пока что за ними. Меркл контролит руну. Руна иллюзия. Не самая полезная руна для ВРК. Да и в принципе руна не особо полезная. Представники отвода не делаешь. Или пытаешься. По сути. Пользуется конечно на любви. Иллюби получает просто баш в лицо. Промаживаю деревья. И кВД и чины. Пошел кулфи чины. Надо давать. И айс просто заморозится. Вакуум от этого 0. 3-4-3. По-хорошему могу уйти. Есть шарды. 3-4-3 перекрывает. Нету манга. Нету стиков. Нет ничего чтобы нажать. И дать чарж. И нет маны. Просто щит на аппарат окинул. Да. Интересно. А щит там уже второй был. Да. Мог бы и поджечь нормально его. Баратрум побежал на Кай. Кай сейчас лучше отсюда по-хорошему-то уйти. Потому что Леон рядом. А Кай ставит ворды. И Кай вроде как уходит. За ним. Хотя там идет еще и шедуфинт. Ну не знаю. Слишком далеко. Ботинки. Ботинки там все медленные очень. Он далеко убежит от ботинки. Если бы был без ботиночки. Нет. Ну смотри. Идут до конца. Гель дает. Сема тихо. Кстати круто его эдит. Койл пока не дает. Ну и понимаешь. Что опять же Кай с ботинком. Баратрум без. Под замедлением еще от змеек. Придача от пассивки. Поэтому бесполезно. И уже и Меракл приходит на развороте. Нам бы найти бы дерево. Или бы двух героев. Чтобы посыпить. Его забирать по идее не будут. Не хотят. Зря. Баратрум не лучшая цель. Много хп. Армора. Да ладно. Покосли бы добавляем. Серьезно. Или просто возвращается Меракл на линию. 3-0. Пока что фуде. Три фрага имеют. 1-3 пока убить не могут. Ну ему же левел. Тот же Дум должен получить ультимейт. Тот же Баратрум взять бы ему ультимейт. Леончик. Ну Леон, кстати, уже второй подкоп. Первый Хекс. Он уже, знаешь, такой боевой парень. Подошел. Проказ дал свой. И убивать можно с помощью тех же. Ветча шедевра изов Яматеха. Но пока мы это не видим. Делаются стаки от Баратрума. По-моему, впервые делают стаки. 3-4-3 здесь. Пока что СФ был без фарма. В лесу. Ну и будут фармить. Будет формировать. Про Эмбер как-то мы позабыли. 24 крипа. Все у него идет. Неплохо. Манга. Есть килл, есть ассист. И главное, что не погибают. Ну и стаки там, там делались. Тут уже 3 стака. Там командра 1 всего лишь. И 2. Да, как-то ФД надо попробовать. Все-таки убить этого Дарксера. Он на халяву стоит. А Айшент Эпарэйшн и Эмбер Спирит слегко могут убить. В принципе, в третий Флэйм Гард уже есть. Нельзя ему так давать просто стоять. Он на халяву стоит. Третий по фарму. 27 крипов добил. Чувствуется, как король на этой линии. Пришел Туск с дабл дамажем. И по сути, если будут хорошие шарты сноубол, то шансы прям уже ванимайла. Внизу поцепили Кай. Есть там еще и Чарж. Есть земля горящая на троечку. И даже без думы спокойно Виноманстера убивает. Здесь он что-то загулял немножко. Ну и Вард был в 1-3 очень хороший. Видели Виноманстера. А Виноманстер как раз-таки ничего не видел. Потому что ночь. Вижена была очень мало. Там урсочка была съедена. На Thunderclub спокойно мог тоже заехать. Ну и без этого хватило. Сокси от дамага. Вполне хватило. И ДС. Левел 6 почти что есть. Третья Айншелл. Ну вот уже удается все прекрасно. В случае чего может и в леса уйти фармить там очень быстро. Даже тут эти вот стаки. Ну тут уже я мотех, правда, сам решил пофармить. Три стака есть. Очень много денег для СФ. Тут уже по сути вот ПТ у него лежат. А то и больше. В двух точках сразу стакуют. Очень грамотно. Это же мид, правда, никто особо здесь не фармит. А нет, формирует. Братрум получает эксп. У него, правда, только второй уровень. Очень маленький. Ну и вот уже третий есть. Надо потихонечку левел отыскивать. Ну и Миракл вместе с Кейлом сделать аналогично. Вот как же команда одинаково играет. И насколько пока играют пассивно. Хотя ловела уже в принципе есть. Новая эрка. Вот второй шоколшот появился. Замакшенный пауэршот. Типа уже стан достойный. 2,25 секунды. Это достаточно, чтобы убивать. Шоколшот и пауэршот. Но пока не спешат, ребята. Почему пассивно? Отыгрывают. Апаришн почти с ультимейтом. Левел 5. 2 ассиста. Везет себе вард. Явно здесь Апаришн, если купить себе какую-то аганим. Либо же хотя бы мидаст, то это будет не скоро. Больше тут рассчитано на фарм Веноманстера саппорта. А аппарат на пятой позиции. Будут страдать. И покупать вечные варды. Сентри, дасты. И мучиться. Ноши саппорта. Веноманстер сейчас оккупировал нижнюю линию. Он там будет стоять вообще до присинения. Он будет стоять там пока... 1, 2, 3. Пока его не убьют, а в 5. Да, пока не убьют, или пока 1, 2, 3 не пойдут на какую-то другую линию. И там будут пушить, чтобы ему нужно будет тп, чтобы там змейки ставить. Вот. Он будет так стоять. Это стандартная игра с Веноманстером. Просто стоишь, издалека ставишь змейки, зарабатываешь голду. Зарабатываешь себе там левел. Подставляешь. Да, уже почти ультимейт вот есть. Ну, Леон делает аналогично. Правда, Леон это делать намного сложнее, все-таки эти змейки не дают подходить крипам элементарно. У Леона пока лишь пятый уровень. У Леона нужен артефакт, типа Блинкдайгера, который стоит как много. Для Веноманстера это не так важно. Что для Веноманстера купить можно, вот, предпочтительный для саппорта? Ну, моно-тапки, соответственно. Потом можно выходить в что угодно делать. Какую-то там Мекку. Потом Агоним. Агоним вообще Масхэв. Это для него. Агоним, да, жесткая штука. Или Глиммеркейп там купить элементарно просто. Ну, Глиммеркейп, да, потом Вилд, Дискорды. Слишком Веноманстер, когда он вот так вот занимает сложную линию, он тут линию отпушил, а сразу оп, на Эйшнтов может уйти. И там тоже фармить. Вот у него моно-тапки, кстати, приехали. Неплохо. Крипстат уже 20 крипочков из саппортов. Это лучший показатель, в принципе. Ну, так вот, от Веноманстер будет постепенно из позиции саппорта выходить в позицию полу-кэрри. Вполне вероятно, если будет так фармить дальше. Потому что пока что вот даже тот же Дум уже имеет ультимейт на минуты 2, а то и 3. И до сих пор мы не видели пока Пипикси с ультимейтом в деле. Не было еще ни одного какого-то ужасного способа ганга такого. Выход куда-то, там подцепить того же ИСФа. Это просто дают на халяву фармить. Друг друга дают фармить. Да, одинаковый крипстат, вон, 265 крипов там у них. Туску же Арканы также имеется щиток, 700 золота и Эмбер везет себе Аквилу. Ну, я думаю, стандарты будут это билд. Аквила, ботинок, Маджик Вен Тревела, ну и дальше там Бэв какой-то, посмотрим. Будут просто ЧВД люто фармить. Летает на базу. Ремантик должен был оставить, ведь правильно? Да, 1, 2, 3 сейчас очень трудно уже будет подпушивать что-то, какие-то ура. Потому что есть как раз-таки и этот Веномансер, который может всегда пролететь в Змеек, наставить бешеное количество. И Аппарат. Аппарат получил 6-й левел довольно-таки быстро, хорошо у него. Все тоже. Тимфайт вообще сильный у команды ФД, если так подумать, действительно. Это и Шарды, Пауэршот, Айсбласт, Гиль, Паужиннова залетает. Все это вместе, шансов на выживаемость очень маленько. Там будут периодические дамаши от Айсбласта и от Веномансера, что не есть хорошо. Особенно для саппортов типа Леона, который очень тоненький. И вот он первый смоуганг от команды ФД, попытка выйти в леса. На центре есть 3-4-3, не лучшая цель отнюдь. А вот внизу есть Тум. У Тума будет бить было круто, но выбирает он крутую позицию, его не найти. Только если чудом каким-то либо Пауэршотом просветит, смоуг спадает. Люди понимают, что кто-то тут есть 100%, но при Пикси прячется весьма грамотно. Нельзя, нельзя ведь так лезть жестко по-тому, потому что Тум включит землю. А аппарат очень далеко, и он прям сразу ультой в него не сможет. И земля-то тут четвертая, как-никак. Да-да-да, и будет растпшки, и смерть будет для ФД тут. Так что опасненько очень. Ну, спокойно, по итогу размен просто. Туэрами разменялись, да. Опять же, никакой войны, бесконтактные бои пока ребята проводят. А вот на центре есть телепорт, и готов по мдиздефить. Баратрум побежал. Ага, очень странно побежал. Побежал на Меракла, но неудачно. Шеклшот отлично от Меракла. Повершотик выдать. Фингер просто на развороте от Леона. Лойту на Айсблаз. Отлично закрывает его шарды. Есть чайны, есть писты. И минус два размен на Туцка. Ну, двух саппортов изменяли на Оффлейнера. Плюс команда ФД. Тем не менее, опять же, два в один. Только лишь поэтому. Ну и вышку задефили, разумеется. Как-то странно был урыв. Не совсем понятный. На что надеялись. Один, два, три. Ну, Леон хоть разменялся. Ультимейт только-только получил. Моментально его реализовал. Пошел кулдаун у него. А то бывают такие, что держат ультимейта там по минуте, по две, по три, по четыре. И ничего не используют. Это, конечно, бредово. Леончик. Все сделал своевременно. Ну и заход. От Верки на развороте. Фокус фаера нажимает. Правда, пока фокус фаер безогоним. Он первый, поэтому там стяжение урона огромное. Просто колоссальное, поэтому. Особо демиджи влить-то и Верка по вышке не может. И просто уходит. Баратрум прибегает на Кай. Кай на развороте. Гиль дал, шарды дал. Куда бежал Баратрум, не совсем понятно. Сноубол прячет от Незерстрайка. Тусик своего тиммейта. Ригм оф Солус, ОТСФ. Дум помену Мансурук. Непонятно, зачем Дум. В итоге минус Туски. И горит Баратрума. Топорична погибает. Кай оттуда уходит. Хотя, далеко не факт. Сто хп остается. Просто труп заехал. Вилла красиво было. Баратрума уже умер от ульт-аппарата. И такой труп залетел. Да, да, да. Меркло. Опять же, какой-то непонятный байт был. Все очень быстро произошло. Но Дум ультанул Виномансера. Который, по сути, уже все прокастал. Все, что мог. Виномансер дал полный прокаст. Это немножко было странно, зачем тогда было его думать, в принципе. Просто, чтобы убить, но не получилось. Виномансер просто элементарно убежал. Ой-ой, ультав, думай. И будет жить. И да, будет жить. Айзблаз первый, поэтому беспроблемно выживает. В пипекси. Тем более, опять же, у Паришина. Ну хотя, слушай, заявка на Мидасик-то хорошая. Есть тысяча золота. Ботинок. Я думаю, сейчас он рецептик себе прикупит. Если все будет идти так, как и сейчас идет. И Виномансер с урной, с арканами. Все формят по итогу, получается. В то время как у 1-2-3 вот тот же Баратрум. Урна рубов, Вином, ботинок. 0-3-2. Все, пока у Баратрума печально. Ну и готовы воевать. И те и другие. Смотри, приходят ФД на центр. Ставятся змейки. Вышка под атакой. Галиф отсутствует. Поэтому вполне должны сейчас ребята попытаться вышку с крипами уже забрать. Вот очень грамотно сейчас все делают. Стоят вот так вот. Там втроем на миде. Прикрывают эту верху. Которые потихонечку стреляют под Тауру. Вместе со змейками Виномансера. А два героя продолжают фармить где-то на другом конце карты. Поэтому для имперспирита, в принципе, ничего страшного и нету. Его так загангать только через Леона можно. А Леон светится под Вардом. На миде засветится. Блин, какой-то надо. Ну, конечно, до него еще очень далеко. Явно, если он не убивал, чтобы получить фасблинг. Шаклшот от катапульты по Аймотеху. Пошел Лайсбласт. Ну и для Аймотех вообще без шансов. Меха уже дать никак не получится. 3-4-3 ловит также шарды. Пошел Челентач. Ну, во. Прилетает Баратрума. Баратрума также минус. Тут еще пипиксидовый телепорт. Уже поздновато. Фингер в любви. Любви убили. Эмбрый ремантик поставил. Но лететь туда не будет. Там все-таки Дум ждет. Ультимейт готов прокастовать. И иллюзии для Меракла. 2 в 1. Снова размен хорош. Жалко, что Апаришем погиб. Он все-таки уже там фармил свой рецепт. И если бы не погиб, то еще бы немножко. Пропушил бы, наверное, Таус с командой. И готово себе рецепт. Ну вот, не повезло. Но размен, тем не менее. СФ от Аймотеха убили. Ямотеха погибает первый раз. У него Сэнш. Блэд Флэклити. И первая смерть. И так же минус вышка для команды 1 в 3. И пока что ФД выглядит посильнее, если честно. И тот же Эмбер даже в файтах особо участия не принимал. То есть у него 2-0-1. Он просто фармит. У него Трэвела, у него Аквила. И будет выход в Бэтлфюре. Дум кастуется Меракла. Меракл, наверное, здесь должен погибать. Да, ловит паш. И минус Меракл. Внизу вот тем временем. Линк делает эпаут. Гювиди успеет ли. Да, и щены. И минус. Так же и Леон. Файты просто. И внизу, и вверху. То никто не фармит. Только, точнее, все фармят никто не убивает, а тут пошли файты. И дальше погоня есть. Побежал Пипикси. Есть земля. Но очень далеко. Кейл находится. А вот КВД могут попытаться поискать. Он без маны, кстати. Даже на ремнат не хватает элементарно. И стиков нет. Ой-ой, и находит, находит, находит. И находит, ведь. Как же Кейла здесь нашли. И Кейл Назерстрайк под Айншелом. Огромный, колоссальный урон. Айсбласт неплохо заветел. Снова бомбом. Много времени выиграет. Здесь шарды, но аппаратром слишком жирно, его не убить. Он, кстати, если подкинул бы, сварнул с панчем, может, тут грубо кого-нибудь. Ну да, слушай, аппарат с панчем там был, но дать не успел элементарно. И улетает отсюда Айбель Спирит, наконец-то. На базу. Ну как они его нашли, конечно. Ну хотя вот проход такой был очень простой. Но все равно молодцы. Отыскали. Нам легко говорить, что легко было найти. А они-то ничего не видели. И находит Пипикси. Пипикси без вообще какого-либо прокаста. Горит земля, но слишком много демеджа. Отпой же нового. Под гелий. Идет в QVD. Пробивает. Ну как же это Пипикси-то живет? Посмотри, сколько урона впитывает. Пипикси. Просто посадит его. Ну да, земля. Но земля, к сожалению, не бесконечная. И слишком много демеджа. Но все равно это земля, конечно, штука просто... Это невероятно. Столько демеджа. Весь прокаст Веномансера. Прокаст от QVD. И он живет, живет, живет. Секунд на 10 жил. Регенерация для QVD. Мог бы отдать, в принципе, Веномансера. Но не важно. Сколько она там? Там 700 хп лечит плюс-минус где-то так. 45 в секунду. Это, конечно, очень много. Такой алхимик первого уровня. С рейджем. Почти что. Сенжьяша от СФ есть. Ну, уплотняется. СФ, Патерасилу, Сенжьяша. Это неплохо. Амотеху нужна плотность, конечно. Потому что демеджа много. Верка, поинт-бустер. Летит уже Аганим к Мераклу. Вот это хорошо. Поскорее бы еще Блингдайгер найти. И вот с Аганимом левел 11 надо идти убивать. Даже того же СФа с помощью айс-бласта фокус-вара шекл-шот убивать Амотеху вообще не проблема. Это несложно будет делать. Смоков мало. У нас какая-то такая неактивная дота. Вот как раз таки. Мало смоков и смок ответный. 2-3. Сейчас посмотрим, как они его будут реализовывать. Ну, план неплохой. Зайти в леса. Там Меракл. Фарминг Меракл одного убить можно. Но как-то вот, опять же, неспешно. Стоять на центре и ждут, пока кто-то придет. Под Фингер, под Фингер надо выходить. Фингер открутился. Раз, вышел. Вот так его надо ловить. Опа. Безрезультатно. Ведите. Дайчины. И отсюда улетает. Полетел айс-бласт. Думчик все-таки кастуется в Кае. Но Кае без прокаса, так или иначе. Он уже все прокасался. Стягиваются, стягиваются. ФД все-таки бегут. Не надо отсюда убегать. 1-2-3. Просто немедленно. Они сейчас могут здесь нафидонить. Потому что Меракл рядом. Меракл есть. Шекл-шот. Его не дают получать хекс. Сноубол. Залетают. Бедного Линга. Линк подкоп на прощание. По двоим. Просто краешком. КВД зацепил. Отличного реплика. По двоим. Фингер. Кае все-таки живет. А почему раньше Фингер нельзя было кинуть? Чтоб он стикер не смог заюзать. Когда ты его в стане держал. Тогда умер бы и все. Не было никаких проблем. А сейчас он еще с ноуболчиками там посевит. Пошел. КВД. КВД отсюда улетает. Меракл деревья рубит. И попытка улететь. Меракл еле-еле живой. Каил дубпал в кремотеку. Он об этом правда не знал панч. Блинга. Но это минус. Слушай, раз метод хороший. Вот раз 1-3 провели неплохой файт. Потеряли Бартрума. Ну тут Леон бы мог еще сделать. Здесь минус. Как ты сказал. Намного быстрее. Нет. Таск-таск бы умер. Да, да, да. Так и так. Но он мог бы вот там его забрать. И уже там и шарды вот эти не закинуло на ловку. И еще в принципе скелы свои дизейбл мог покидать кого-то другого. А из Бласт полетел. ППКС видели. Знаете, ППКС сбить бы телепорт. Повершот, но нет никого блинга, поэтому пока Меркл добежит. Слишком много времени пройдет. 8-11. Глянем, что там по Нетворцам. Ну, по Нетворцам SF топ-1. Но при том ВРК Эмберспирит идет топ-2 и топ-3. Дум лишь четвертый. И при том Дум все-таки имеет Д'Вар. Дарксиро такой способности нет. И тут ровень. Что Дум, что Дарксиро. Дарксиро вообще молодец. Меха 1500. Я думаю, выйдет какой-то блинг. Вполне вероятно. Дабы врываться. Еще круто иницировать. Еще круче это делать. Гвардия Грифса особо здесь не надо. Если были бы какие-то сайленсы, типа Арчиду, то мог бы купить атак. Острой необходимости нет. И Рошан под фокус вайром. Это делается всегда очень быстренько. Под тигилом. И Рошанчик-то падает. Блинк от Леона есть. Тоже важный артефакт. Теперь Линк будет намного круче врываться. Но так было неплохо. Дарксир тоже Блинк возьмет. Можно и реведж замутить халявный. Ну да. Для команды под вакуум. Станчик Леона. Там на 2,5 секунды. Довольно-таки много будет. Леймер уже почти есть БФ. Шедо Блэйд от Дума. Так вот врываться. Понимает, что если купить Блинк, ему не дадут ворваться. Тем более там эти Змеи, Боуженова. Всегда будут сбиваться Блинк. Неприятно. А с Лотаром зашел тихонечко и Думчик прокастовал. Но правда ФД могут этот контри делать очень просто. Покупка Сентрей. Покупка и... Ну да, Сентрей. Даст-те особо не способны. Дума тебя уже прокастует. Либо там Гем. И Апаришнами даст. Двадцатая минута. Ну не самый худший тайминг. Он есть и хорошо. Теперь фарм пойдет быстрее. Не самый худший тайминг, потому что он помимо Мидаса еще и всякие варды покупает. Ну да. Потому что Геномастер у нас одевается. Вот он с Вейлом как раз. Причем мы говорили, что он может этот итем подставать. Таск тоже в Мекку уходит. И... Эйшн Допарешн такой роль пятой позиции полного саппорта. Полного бомжика на карте исполняет. Ну за счет Мидаса он уже будет не таким бомжом в будущем через минуту. Да, Мидас кинул. Это нехорошо. Без Мидаса ты всегда бомж по сути бегаешь, всегда покупаешь варды. Просто тратишь эти деньги. А с Мидасиком у тебя эти деньги, они появляются всегда на халяву. Покупай себе эти варды. Апарешн еще левел хорошо. Очень. Если у него там быстрый 16 какой-то будет. Ложнее 16, 11. 11 хотя бы да. 16 это уже слишком круто будет. Ну и Верс с Аегисом. 1700 разумеется. Выход в блинк нужен. Меркл. Нужно как-то врываться. Потому что пока каких-то супер крутых шеклшотов мы не видели. Считая вот катапульту здесь, когда подцепили Яматеха. Больше шеклов таких прям невероятных не было. А с блинком это вполне можно реализовывать. Ну, надо фармить. Эмбер вот уже боев. Вот еще немножко остается. На Войтстоун. И внизу Айсбласт. Все-таки мимо. Яматеха не убить. Никак. Надо отходить Эмберу. Надо отходить. Да его и так, наверное, они бы не убили вдвоем. Он бы по ним стрелять начал даже по дайбу. Ну да, 1600 хп. И уже БКБ на подходе Яматеха. С рук развалил бы всех. Если его начал убивать бы Эмбер спирит, то если бы даже они первым убили Шадо Финда, он бы ультой, наверное, подзабрал бы кого-то точно. Ну, ульта, которая при смерти уже активируется. Посмертный ультимейт. Ну да, вполне там все-таки душ много. И смещается вниз ФД. Все не считая QVD. QVD на центре. Покупает сразу Виномастер. Миллиард центрей. Уже один ставит. 4 центра была куплена. Ну, разумеется, понятно почему. На всех возможных местах файта центрей будут стоять. Это Doom должен понимать. Надо врываться как-то неожиданно. Надо заходить какие-то в леса, где центрей не будет стоять много. Хотя здесь можно центрей увидеть также. Поэтому надо вот Doom действовать аккуратнее. Он пока свой Лотар вообще никак не реализовал. Он просто его показал, но никакого Doom с Лотаром мы не видели. Так называемый OpenFrag. Пипикси не сделал. И зря. В итоге сейчас ФД знают о Лотаре и сами... Линк, Линк, Линк стоит. Он, короче, выжидает именно вот этого аппарата, чтобы Соляндро его сжахнуть. А, там Эйвер летит. Эх. Так ждал. Так круто задумал-то, Линк. Мог бы раньше пойти бы убить, но боялся, не видел героев ФД. Так вообще, вот такие соло килои, когда Линк делает. Это хорошо, он ему ТП-шечку сразу дает. Галдушечку. Главное, Экспа. Вот пока Эггис есть, он... Он его не отпустит, смотри. Да ладно. Стоит до конца прям уже, да? Хорошо, все, минус. И ТП-шечку. Хорошо. Не успеет никогда ФД прийти. Ну, красиво, дождался. Минуту-две на нанде стоял. Но дождался своего часа. Блинк реализовал и убила Паришна. Молодец. Паришна фармил небрежно. БКБ от Ямотеха появляется. Очень крутой артефакт. Конкретно здесь, против Веномаса, против Паришна. Против Тусика. Да, чаще даже против Эмбера. Только Тверки особо не спасет. Шикл-шот. Да, но фокус-файер-то работать будет с Аганимом. Мы демо, что там все равно будут вписываться. Но СФУ будет сложнее. Опять же, имея там Сэнш Яшу, ПТ на силу, БКБ, который тоже силу дает. Будет сложно. Так, находит. У нас Айца Шикл-шот вообще никуда, но чины. Благо, есть и Айца Меха нажимает. Но все равно в таверну отправляют Дараксира. Без шансов. Растерзали. Ждем файта 5 на 5. Полноценный. Со всем прокастом. Ответка на топе. Натер страйк. Дум. Спереди думай. Да, есть Чарж. Есть дум. Кюведи. Может, будут попытки задонайти. Айца из вас прилетел. Не донается. Уведи снимает с него мощный стрик. Айца из вас прилетает в Дума. И Меракова снова Шикл-шот. Никуда она сложно было там попасть. И Фокус Варь. Какой же колоссальный урон. Минус Тепикси. И 4-3, айца улетает на халяву. Сбить или порт просто нечем. Ну, размерами Дума на Айбера. Равноценный размер, да. То на то и по итогам боя. Там тоже, как мы видим, равенство. 454 на 416. Ну и по Экспе там тоже. Один в один цифры. Внизу есть Ямотех. Вошли шарды. Был бы ТП от Меракла какой-то. И можно было бы попытаться. Вот так Ямотех на халяву вышка забирает. Еще и Сигилл пытается поформить. В общем, все, что хотел, то и сделал. Дарк Сиру, Худов Дефайнс. Ну так, опять же, против Яна Мансера взять себе пайп. Не только для себя, но и для команды. Очень важно. 34 тысяч должен жить. Хотя Шикл-шот. Но в кулдауне, да? Нет, куда идет Меракл? Айгис пропадает. И на этом. И ответ, Калион идет. И Рейкл просто бум. Минус Кай. Погоня за Меракла. А Меракл без Вендрана. Еще секунды его не будет. Вакуум есть. Айс-бласт полетел. Просто замечательный. Айс-бласт бом. Минус Братрум. И Меракл до конца. Но... А Ягис? У него Регена что? Реген в баночке был. И он Регенец. Сбили им Регенчик, но все равно выживает. Он живет каким-то чего-то. Да, Реген спас. А Ягис пропал. Да, Ягис пропал. Очень рискованно было, на самом деле. Там тайминги-то подознали. Они сами лезли в бой. Знаю, что не хейс. Не наоборот. 1, 2, 3, полезли в бой. Знаю, что Айгис пропал. А, просто Меракл сам. Ну, живет. Правда, все равно потеряли Веноманстера. Ну, раз меня на Братрум был, сойдет. Опаришн 1200 уже. И вот он же Point Booster вроде как должен быть. Эта заявка уже и нагоним. Я надеюсь, что не будут покупаться варды. Купят Point Booster, а потом уже купят с вардами. По полной программе. Имя Катузка. Опаришн 10 зря не максит Челленг Тачи тут. А это Вортекс? Нет, вместо Колд Фита. Вортекс 4 нормальные. Тут всякие замедления от этих мобильных всех ребят. А вот Челленг Тач как раз бафы на ВР-очку. Баф на Аймбер Спирита. Это все по всем бьется. Тем более ВР под Фокус Вайером и в принципе на замедление Челленг Тач. Да, 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 да. Она с Аганимом. Все, все работает, все хорошо. И она очень быстро будет выдавать. Там как раз будет 6 атак этих по плюс 80 дамажа. Это лишние 500 дамага. Так, и... В чужом лесу. Бегает Айс, я мать их линк. И решили просто отсюда отойти. Они все-таки втроем. Дума внизу фармит. Дума также на подходе БКБ. Ну вот против Веномансера, опять же против Апаришна. Возьми себе БКБ и дефайт и все. Тебе как бы наплевать на этих двух героев совершенно. Это решение неплохое. У Веномансера ГЕМ лежит. Дума будут палить в случае чего. Ну правда, опять же. Братрум прибегает. Братрум тоже какой-то лотар бы не помешал купить. Прибегать на чарже, в того же Эмберой, например. Ну ладно. Кьюиди с бэфом. Две 260. Посмотрим. Будет ли браться обычный Кристаллис, либо мы видим что-то необычное. Да не, не, Кристаллис, Кристаллис. Тут ничего придумывать не надо. Все. За тебя уже давно все придумали. Ну да. И вот он, второй БКБ подъехал. Так, выходит Меркл в инвизи. Хорошая руна. Прибежал Братрум. Прибегают на бедного Кай. И Кай минус даже прокатать не сумел. Почему Меркл не привязывал? Меркл прыгает. Фокус фаер. Яматеха должны убивать. Ли инк. Отличный вакуум. Волд привлека по троим дается. Но демош никто писать не может. Дум кастует ультимейт на Эмберспирида. Кьюиди должен погибать. Дусик. Отсюда конечно уйдет. А вот Кьюиди сомневаюсь. Да. Там Иллюзия бегает собственно. И Левел Дес минус Кьюиди. Продолжается пай дальше. По Иллюзиям Шеклшот. И шарды полетели байсы. Ну и шарж на Кейла. Поэтому Кейл должен здесь погибать. У тебя Сноубол. Но у Меркл зря на самом деле спрятал. Веркл могла просто отсюда бежать. Попробуй свежи ты убей кого-нибудь. И побежала. Фокус фаер. Вакуум. 3-4-3 живет. Повершот минимум. Отличный вейд от Братума. И Меркл живет. Хотя все же ждается. Дум говорит беги. Давай, давай, давай. Меркл поставил сейчас вообще всю свою команду. Вот это вот. Когда поймали Виномансера. Он мог прыгнуть. И связать двух героев. Виномансера бы не убили. Он бы вышел из этого фикса Леоновского. И дал бы свой ультимейт. И там вообще в салат должны были фд выигрывать эту драку. Боялся влетать. Очень боялся влетать. Получилось. Я не знаю почему он испугался. Блинкануться и просто связать хотя бы одного героя. В этом файте. Поверни СФ. Не Дум не нажали БКБ в принципе. Тоже интересный факт. Просто Дум ему не нужен был. А СФ не успел. Лучше кого быстренько убили. Ну и вот он Пайп. Пайп от Виномансера. Есть. Хотя Виномансера опять же убили настолько быстро, что он ничего не нажал вообще. Ни одной кнопки. Хоть ты БКБ самому собираешь. Не знаю. Чего этому Виномансеру делать. Бедному. Потому что пока что Леон жить не дает. Ну и вот он Кристаллис. С УВР. Киогр Клаб. Выход. БКБ только хотел сказать. Пайп от Виномансера? Да, да, да. Уже давно. Где Пайп? Ой, не мертвый. У Дарксира, у Дарксира. У Дарксира. Да, да, да. Я что-то смотрю. Вроде стэши нету. Массер пустой. И нету. Дарксира, конечно. И Рошанчик появляется скоро. Уже прям очень скоро. Опять же, для Баркета легкий фраг. Рошана легкие деньги. Легкий Аегис. А Париж импоинт бустер есть. Е800 золота. Надо фармить Аганим. Уже есть второй АС Бласт. Да, БКБ, но с Аганимом там даже БКБ не хватит, чтобы АС БАС это сам пережить. Мне кажется, пришло время каких-то кардинальных решений для обеих команд. Это какой-то смочок, забирание Тауров. Потому что на карте вообще симметрично все. Очень зеркально. Стоят Тир-2 Таура. Счет равный. По фарму плюс-минус одинаково. Обе команды завязали по одному смоку. Тир-2 Таура, он податков. Пять. Надо, надо что-то делать. Ну, 1-2-3 как-то еще нападает на того же Веномарса, например. А вот ФД пассивнее играет. Хотя у них такие герои, далеко не пассивные. Тот же Меракл на Верке. Прыга убивай, шоколшота давай. Сколько шоколшотов в принципе было за игру? Сколько их было полезных? Тут сосчитать, наверное, на одной руке хватит. Потому что, ну, пока от Меракла явно игра не лучшая. Пока как-то не может он себя найти. Просто ФД смотрится в Лейте слегка посильнее. Как раз-таки из-за двух своих ненормальных ультимейтов на саппортах. Что Аппарата бешеный ультимейт, там если Аганим что-то подсоберет. Если на Мансер тоже себе Аганим соберет, это все под Вейлом будет еще. Это будет совсем беда, если они это закастуют. И в Лейте, ведь и два спорта чуть ли не вдвоем могут драку сделать. Сейчас 1-2-3 тот же из Авдопармит, БМКБ. Все, Верку можно будет убивать буквально райт-кликом. Никакие Вендраны не спасут. И я думаю, тогда 1-2-3 начнут жать. Сейчас вот, возможно, будет заход Рошана. Там стоит вард от Веноманстера. Сложно заходить. Опять же, тем более под ультимейт Веноманстера, под ультимейт Азбласт Паришина. Идти на Рошана глупо. А вот идти в Смок и кого-то найти соло-героя типа того же Кайна в Веноманстере. Было бы круто убить его и пойти на Рошана. Что, в принципе, и есть как идея. Веноманстер стоит. Его, кстати, видят. Нет, уже не видят. Веноманстер регулярно под раздачу попадает. Так, разменная монета. Очень украйник Веноманстер стоит. Поставляется, сейчас его не видно. Сами 1-2-3 так же ничего не видят. Они не знают, как в лесу, они где-то на центре стоят, непонятно. А там на Эмберу на топе уже подпушил. У него, кстати, не Кристаллис, а Блинк Даггер. Такой вот, митч популярный. Такой вот, не знаю. По мне, лучше сначала купить какой-то дэмэдж, хоть какой-то. А потом уже выйти и в Блинк. Ну, ладно, уже и Блинк и Кристаллис на подходе, поэтому сойдет. Он слегка боится Дума. Потому что он в драку входит, дает свои фисты, а Дум уже бежит на то место, откуда ты давал фисты. Поэтому... Там сколько бы у тебя слотов не было, если ты получишь Думу-лицо, то шансов на выживаемость... Все правильно. Поэтому лучше на каком месте ты появился сразу... И выход от команды 1-3. Вот он, ППК, Дум по Америку. Ларошан все-таки падает. Забирает Братрум, Аигис, он его ссапал. Ультует Веноманстер, Меракал минус. Пикси под БКБ ему, в принципе, наплевать на весь проказ. Кай отсюда улетает. Айс Блаз прилетает отлично просто. Но это всего лишь Аигис для Братрума. Аутлинг минус, наверное. Братрум воскресает. Уходит отсюда Эмбер Спирит. Люби также подставляется. Минус Люби. 3 в 2 размен. Ну и... Собственно, на этом все. Файт завершен. Эмбер и Веноманстер живут. Но тут и Дума, СФ после файта... СФ БКБ не нажимал. Эмбер Тех вообще жесткий. Просто пришел, начал пилить. Потому что увидел, что Айс Блаз дали. Позже нового дали. БР-ки нет. Зачем нажимать ДДБКБ? Да, не зачем? И вот вопрос. Да, уже лежит у него БКБ минут 10. Может, вообще не надо было брать в таком случае? Купил бы себе вместо БКБ, не знаю. Скади какой-то. Там, доложил бы еще немножко денег. Полторы тысячи там эти. Вот так вот. И... На топе. Пушит. КВД на центре. СФ с Думом. Ну, ясно, что СФ с Думом. Мешко побыстрее это делают. И пад, очередная вышка. Матеха летает на топ. КВД не подцепить, но напугать. Окей, же там плюхи нормальные по КВД залетели. Больно. Очень больно. Ну, правильно делают 1-3. Они давят. Больше пяти тысяч по золоту. Рошаны, конечно, в ФД забрали, деньги получили, но... Плюсов от этого не особо много. Ну и Меркл снова. Стояли, так нагло били. Вижен у них не было. Вот это вот место, где там кто был. Без центри трудно было как-то это все. Не, для центря стояла. Стоял там, сентря вот это. Только почему-то... Дум, когда зашел, много реакций было. Очень поздно среагировали на него. Ну да. Не совсем. Понятно. Вроде по счету все одинаково, но вот как-то, если 1-2-3 сейчас будут дальше сжать, то они вполне могут выиграть. Пипикси уход в инвиз. 3-200 у него. Надо что-то купить на армор, на самом деле. Всего лишь 7 армора. Это не смешно, если ты все-таки подловишь какой-то шеклшот. А, ну вот так вот решил. Ход конем вообще. Огоним взять. Типа, если Эмбер ловит Дум, то шанс в нем выжить в принципе вообще. Ну да, там сразу до свидания. Из страки не выйдет очень... Ну, из Дума не выйдет очень долго. Если даже выживет. Дум за ним чуть-чуть там побегает. Постоянно будет одна. Ну да, пару секунд земля тоже погорит, например. И таймер же, опять же, не пойдет сразу моментально. То есть это уже не 19 секунд Дума, а больше. Там минимум 21-22. Повершотик и все-таки минус от Эмбер спирит. СФ покупает себе. Блинк, кстати, СФ не максил Реквиум в троечку. Почему? А на пул? Нет, мог вообще просто забыть. Такое бывает. Ты думаешь, что она у тебя закачана и просто продолжаешь плюсы качать на автомате. Такое косяк бывает, я там по себе знаю тоже. Как раз и не взял 16-ю. Будь ли там 11-ю. Нет, 11-ю берешь, а 16-ю, да, с ней больше. Такой косяк всегда приходит. В принципе, не страшно. Тут ультимат не особо прям файти решает. Сильно много. И Блинк Дайгера, Дарксира появляется. Скажи, демиджи много наносит. 16-ю ультиматный СФ всегда приличненько. Если комбинушку намутить. Как раз СФ. Пока мы комбин не видели, правда. Не с Леоном, не с Дарксиром. СФ тяжко с Леона. Ну да, но это прям сделать очень сложно. Тем более не поставляется вроде как ФД по такую комбину. Пока ни разу. Ну, есть у ВРКи. БКБ, Кристаллис. Блинк, на битже. БКБ это не спасает, а Дума очень... Да, нажмешь ты БКБ, но тебе дают Дум лицо. Тут желательно, конечно, рефрешку эту на Думе взять, чтобы вообще и ВРКу, и Эмбер отключать. Все. Тут пора собирать итемы точечные, которые защиту от точечных сплот дают всякие лотосорбы, линкенсферы, чтобы твои коры могли хоть как-то воевать. Это что, и Веномас? Не Веномас, и Афганим выходит, Аппарат тоже Афганим выходит. Ну, Таск должен сейчас прям выходить после своих грифсов, наверное, в лотосорб. Обычно еще Блинк иногда покупается на тузке. Просто если в ответку Дум словит Дум, тоже будет неприятно. Да и всякие там от Леона, с подсейвы тоже. Фингер когда залетит. Леон сам пострадает больше, чем в того, в кого он кинет его. На центре врывается Миракл, и снова Шаклшот вообще никудышный. Что-то вообще не то происходит с Мираклом. Игра неважная, есть. Телепорт от Немер Спирита. Конечно, стоит неопытный. И минус Леон. Чины на Яматеха. Яматех Шаклшот в этот раз неплохо. Яматех минус, также Айса можно убить. Ну, Дум, QVD, вакуум под четверым дается, он премьерка ставится. Гель также пошел ватить, но уже СФа нет вайте. СФа нет, кстати, и Байбэк, и QVD должен погибать. Минус QVD, Кай. А Миракл что боится-то? Что ты боишься? Иди воюй. Алло, у тебя еще живет твой герой. И вот он прыгает, находит. Баратрумов, фокус фуайр. А он входит отсюда. А слушай, там Шакл что ли не прошел? Серьезно, там же миллиард деревьев. Шакл не прошел. Во-первых, Шакл не прошел. Во-вторых, он половину драки держался последним. Вообще, боялся сейчас умереть. Он мог просто руки бить без фокус фуайра. Я не понимаю просто, как он не прошел. Там просто заросли, одни деревья стоят, а он не прошел. Миракл просто удивленно пишет дота. Что такое? Потому что иногда проходит просто, когда нет ничего, а тут прикол такой. Ну, Эмбер, кстати, из-за динайли, что самое смешное. Эмбер-то фраг свой не отдал. Он ничего не потерял, но он потерял, за него ничего не получили, что самое важное. Ча-то размен-то не самый плохой. Айс Вакуум дал по трое. Ем Вейл в ответку от Веноманстера и все. Расходиться пора. Ну, Меркл надо немножко все-таки играть по агрессии. Нажми тоже БКБ, элементарный, дефай. Все, дубы, вставали. Конечно, конечно. Не знаю, что он боится. У него герой такой, который, на самом деле, если думу он не словит, то он себя в драке, чувствует идеально. Ну, типа у нас два парня БКБ собрали, пока их нажимать вообще не хотят. Вообще ни разу. Типа они есть. Ждут в самый лейт. Ждут, чтобы 10 секунд было, да, да. Приходишь такой. Соперник думал, что тебе БКБ, это уже нажало. Тут 10 секунд. Даршана еще далеко. Пока его не зафармишь, 2000 у Верки. Ну и теперь дилемма. Уже МКБ, Сэфа, чего фармить-то дальше? Доедалось обычно выходить в Меркл? Будут 2 Дейдаллс надо на Эмберспирите и на Виндрейнджер. По 2 Дейдаллс собрать, потом. Я бы потом на месте Эмберспирита и Линку бы себе сам собрал. Не стал дожидаться бы, пока тебе ее появят. Аппарат с Аганимом. Вот, кстати, у него 15-й левел почти. Сейчас 16-й получит, будет очень больно. Ну вот, когда 2 саппорта доберут левел 16, будут 3-й ультимейта, да. Если все круто будет прокастовано, то файт будет просто замечательный. Тут было бы круто, если в ФД вместо того же Тузка был бы Дарксир, как раз таки. Он бы стягивал, айс-бластик и гель прилетал бы. Драк вообще можно выиграть, если там в 2-х, в 3-х попали ультимейтами с вами Виндоманстер и аппарат. И один крит выскочил у Эмберспирита. Там драка уже выиграна. Столько хп нету на этой минуте людей, чтобы они это переживали все. Ультамастер, там по 2 тысячи, по-моему, урона с Аганимом. И плюс аппарат тоже как раз есть. Ну, это критическая точка, когда будут люди умирать. Еще плюс тоже очень много демежа наносят. Ну вот опять же, решает еще единственное БКБ. Если СФ его возьмет и прожмет, если там не будет шоколшота какого-то, то СФ это демеж сильно не почувствует. Ну, не считая опять же Верки, фокус флайер. Если Верки уберет хорошую позицию и будут бить, то Яматех, как мы видели, рассыпается очень быстро, несмотря на то, что и ПТ, и СНЖ Яша. Не хватает даже и этого. КВД. Есть Дайдаллас, ну и ждем, да, появление Линьки. Есть демежа, сейчас вполне хватает на топе. Тем временем в рейв Яматех, Яматех нажимает. БКБ, вот они первый БКБ подъехали. Меракл получает дом. Меракл минус, отличный. Пошел ультимейт от Кайп. Вот, Вейлом. Естественно, беда, что БКБ. БКБ все действуют и действуют. Сно-болл, закатились, убили Брат Рома, ППКСи бежать, Леон просто фингер кастанул, Виномастера убил, не совсем понятна цель. Да, да, догонять еще, почему вы боитесь-то? Ну, без Верки, наверное, не могут. Аймбер вообще где-то далеко бегает. Аймбер файти был вообще файти, нет? Нет, у него кулдаун тройлов был, он тпшнулся вниз, там, отпушивал это все. Пошел потом, через всю карту начал бежать, а тут уже драка закончил. Не успел, да, ну да, Аймбер файти, в принципе, ничего не прописал единственное. Ну, как и Дараксиро в файте, так же не было. Дараксиро был далеко, то есть элементарно пайп никакой дать не сумел. Но мы видим, что происходит, когда дается Дум. Либо в Эмбер, либо в Эрку. Это моментально смерть, если, опять же, появятся какие-то линкесферы, элементарно лотус-ворбы, то беда. А Туск, как я вижу, фармит далеко не лотус. Это, скорее всего, блинг-даггер. Просто блинг. ППКСи, без Дума. Ну, без Дума убить не получится. Хотя рядом есть... Не, ну, даже с Дарсиром не получится. Ну, да, уйдет он. Нету какого-то жесткого остановления героя на месте. Ну, вот есть Линк. Под Леона изи можно. Да, и если сейчас Леон круто прыгнет. Под Фесты не попал. Веет, они знают, где он находится. Надо прыгать. Так, есть Экс. И есть подков по таймингу, пару плюх, и КВД. Погибает на вакуум. Хороший вакуум был. В конец уже, наверное, захотел завязать свою иллюзию, которая чуть повыше стоит. Но нет, вакуум сбил как раз этот маленький такой башек. Амин, идеально. Не дает ничего сделать. Не БКБ прожать, не скиллы какие-то завязать. У Пи Пикси 4 300 на минутку. И, ну что, 8 армора. Опять же, не смешно. Может быть, выйти в какую-то Кирасу либо Шиву. У меня даже 6 армор. Сф Абис облайд, как понимаешь, собирается покупать. Просто купила башер, но пока что до Сакрита далеко очень. Я подумал, Кирасу собрал бы. Ну да, я говорю, либо Кирасу, либо Шиву. Чего-то из этого надо брать. Потому что армора пока элементарно нет. Вот. Ямотех, ямотех. Будут надеяться на башера, потому что Абис облайдом будут станеть. Интересное решение, при том достаточно раннее. С 41 минуты идут игры, а уже башер поправить. Да пора же уходить просто в какие-то жесткие артефакты. Кираса просто очень хорошо будет смотреться. Вот если посмотреть даже на того же Эмберспирита, у него 21 лвел, 10 армора. Кираса будет очень хорошо. Его СФ там чуть ли не с трех плюх будет убивать. Как раз. Тем более Эмбер не будет типа под Кирасу либо чего-то на армор. Вот еще очень фишка. Да, у него будет 5 армора. 5 армора там на 25 уровне. Против СФа такого вот, который там наваливает. Да, но считай против СФа еще баф СФа, и там вообще армор минус тебя загонит. Тебе тупо там 2-3 тычки надо будет дать по этому Эмберспириту, чтобы убить его. Ну все-таки Шиват, Пипекси. Может быть потом побольше СФ купить в секундке Кирасу, хотя у него Слотов-то уже нет. То есть это будет без сплой, то Слотов-то действительно нет. Все, они закончились. СФа нету, будет Супер Башер, будет травела собрана, и все. Ну, вместо... Сэнжин Яша можно потом Сэнжин Яши какую-то купить. Ну, либо Скади, либо если он увидит, что МКБшки там наклевываются, можно будет и Баттерфляйку подсобрать. Вот она Шива готова от Дума. Ну, Шива такое, не знаю, лучше бы все-таки Кирасу взял бы. Ну, типа, Марки, атак спид не замедлишь все равно при всем желании своей Шивы. Да, Эмберспириту тоже без разницы. Да, Эмберспириту тоже без разницы. Да, Эмберспид не нужен. Раз в 6 секунд, он тебе все равно будет бить по всем. Зачем это Кирасу? Ну, лишний дэмэдж, ну, не такой-то большой дэмэдж, чтобы ее прям собирать. Ну, армор дает, но вместо армора дает и Кираса, мог бы Кираса собрать. У самого неплохой дэмэдж уже с ульки 280. Там еще и криты плюс, не забывай. Конечно, еще криты и от Волха. И фон там суппортиков, как раз таких, как и там аппарат, мог за ним побегать, просто убивать. Что ж, Рошан есть, и две команды явно желают его забрать. Притем, команда 1-3 о нем уже знает, как и на Мансар. Плюхает иллюзию эту. Ну, интересно, как будут раздавать, что свать. Потому что 1-3 не могут тупо зайти на Рошана. Потому что если они зайдут втроем, вчетвером, то все, это смерть. Да там всегда змея под контролем стоит, видит все. Прекрасно. Сейчас важный момент. У Каи 2 800 золота, ему очень бы хотелось бы дофармить, себе аганим, даже остаться без байбека, но главное, себе аганим. И дофармить надо совсем чуть-чуть. В такой ситуации не надо выходить и так вот рисковать на линию, когда твои все герои не в позиции стоят, а ты стоишь и тупо фармишь. Вот иди на Айшентах это делай. Ну, все, нафармил Каи и тихонечко привозит себе. Потом какой-то дублингдайгер купить, опять же, врываться, раздувать моментальный ультимейт. Но это уже потом. Все. Два аганима на саппортах есть. Вембер есть Дейдалус, 2 200, у Варки есть Дейдалус. Просто если 1-2-3 чуть пораньше вышли, они будут вверх, фингер в Каи, Каи пытается моментально убить и Каи ведь убивают, они прокастуют вообще ничего, Дум, Миракла кастуется, Реком оф соус от СФа, минус, все-таки Леон, минус Баратрум, но Миракла, опять же, бесполезна, летает QVD, QVD, вакуум по двоим, хорошая стеночка ставится, но QVD стоит по сути здесь 1 против всех, воевать, Апаришена также подцепили, аппарат минус, и Эмбер улетает один подальше. А Эмбер остается? Мы не увидели супер-проказ, который хотели увидеть, Айс Бласт, плюс, в принципе, проказ Веноманстера, очень клево была выбрана цель Веноманстера, не ВР-ка, не Айс Болит. На что я и говорил, только что, что нельзя так выходить, фармить, когда ты не видишь пять героев, потому что там есть Леон, ты из этого Хекса не выйдешь, тебя блинканутся, Хексанут, это должно было произойти там 30 секунд раньше, когда он тут здесь парень без байбека еще там только все деньги тратит на этот аганин. Ну да, шел в вабанк, по сути. И в итоге падает сторона, и минимум одна падает сторона, можно просто на Рошана пойти, кстати, темпер как-то, чины давать по крипам, ну и минус нижняя сторона, да, 1-2-3 сейчас выкроют очень много, по деньгам они будут в плюсе, ну и файт в целом, за ними, денег много на руках, у того же Дума, у того же СФа 2000, Абисо Блэйт он при этом еще купил себе, ну и выход на Рошана, на Рошанчик какой-то, хотя страшно, там СФК Айзбласт уже есть, точнее пара еще появляется, Айзбласт будет, Ивермастер также. Айзбласт будет, но у них 15 секунд есть, пока ВР-ка появится, пока она добежит, нету какого-то Тир-2, Тир-1 Тауэров здесь, чтобы сразу моментально туда ТП-шнуться, но все равно испугались, не решили сами драться. Амайзбласт уже полетел, да. Понимают, что там два ультимейта, если их зайду туда, раскатят про шпит. Герои ФД этого будет очень плохо все. Лучше отойти и не рисковать. У Линьго 2,5-5 имеется. Может опять же купить какой-то Глимер Кейп вполне, но и будет неплохо здесь, опять же против прокаста, всего этого магического. И Пипикси ультимейт откатился, 3,3-100 в запасе, он может и Кирасу купить, кстати, вместо барабанчиков ТВ-ш. Тут другой взять, и Шива, и Кирасу. Все захочет. Шива, Пипикси, проверяет Рошан, Рошан, никого нет, говорит, никого ребят нет. Но опять же, они не могут упустить и зайти на Рошана. Не могут еще раз так повоевать, что они в принципе показывают. Давайте мы пойдем по нижней линии, немножко пропушим, мы придем их и убьем. Левом покупайте смоки, покупайте себе что-то еще, покупайте гост просто элементарно, дабы спасаться от тычек в Эркембера. Но с другой стороны там Виромансер, Париж, больно ведь, маг, демедж. Не знаю. Ну и WDM еще для дума. Пипикси. Пипикси, ой, как близко. Дума, а зачем? Ну хотя, слушай, Баратром-то побежал, да, и... Шеклшот, отлично, по Лингу, по 3-4-3 попадает, минус моментально Паратром, Линга также должна быть убивать, Пипикси один воюет, пипикси всех пингер. Пипикси, что ты пипикси не включаешь? Пипикси есть, и пипикси отсюда вырожен просто уйти, ну и Эмбер-то живет, да, Эмбер живет. Эмбер живет, но сейчас... Вот Меракл, Шеклшот, мимо, ну как же так, Меракл, он ПКП не нажал, у него было ПКП, но он просто не прокастовал вообще, Меракл ПКП живет, ПКП нажал, но огромные плюхи от Яматеха, у него еще Эбисаблейд имеется, он должен его дать, прыгать Яматех, Эбисал, по КВД, надо просто дать Эбисал, КВД видит, Эбисал, нажми, Эмбисал, давай, блин через 3 секунды есть, и КВД не видит, КВД, Чин раздал, Яматех нужно прыгать, он не понимает этого? Оп, 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 улетает, Кемпер, на Рошана, ну, Чин, и Айс минус, КВД живет, Эбисал. Они, половину героев, боятся драться просто, тупо боятся драться. Если начал драться, делись до конца. Зачем вот это, убегаешь, потом видишь, что можешь убить, подбегаешь, потом опять видишь, что может тебе не хватит, что-то опять отбегаешь, стань и бей, и минус дум. Да ладно, то есть баста погибает, да, как тут прям, прочитал, одним словом, прочитал дума, сделал опаричный байбэк, и его реализовал, получал деньги за него. Я купил, он даже в плюс вышел. Но тем не менее, это минус 5, и Амтех идет на Рошана, а из баста нет, и снова Веном Арстер, а нет, ульты проксал, потому что там калдаун, еще маленький, точно. А Егес-то кладь некуда, мне что, с Энджин, Яши, с Даггера. Баратрум, если что, если берет. Да, класс некуда. Ну, может, ПТ, ага, но тут уже травула, тут уже не ПТ уже. Травула, да. Да, нет, нет. Я думаю, Амтех типа кладки не будут, мы понимаем, что его даже убить не могут, если с большой трудом убивают, в принципе. Баратруму отдать, пусть прибегает файт первый, вытанковывает там дэм, уже миллиард, врывается Веномарстер, а там нет, что Блинк выложил, отдает Баратруму, и так я Амтех очень сильно хочет тебя, Егес. И сыр, не только Егес, там еще и сыр вкусный есть. И яйс-бласт прилетает, и можно ворваться, где же Веномарстер? Веномарстер очень далеко, прибегает сюда, зато Кейл получает пару плюк, Пингер, найс, отзывай, и просто уходить. Не льдает АХ, в никаком случае. И Эбисо блует, Реквим на развороте, не дается, был очень близок к успеху, Меракл под БКБ, раздает огромные плюки, появляется Яматьех, Яматьех надо бежать, Абисола нет, нет, кидает Реквим, и минус Кай, Кай погибает, Меракл ловит Хектов, только Дарксирову купил, побежал, надо обязательно сбить блин, и Меракл не успевает, делает блинкаут, Меракл должен отправляться, на веру, скорее всего. Меракл без ББК будет. Слушай, смотри, а, там Иллюзия пробивает, так же Меракл сильно, сейчас Веномарстер закончится. Почему его Леон кинул? Алло, что вы делаете? Вообще, сейчас, сейчас Иллюон еще умрет. И живет Меракл, иллюзия исчезает, ой, красиво, ой, красота. Просто очки эти можно надевать черные, и все, и приходит. Ну, Леон просто мог бы, один удар сделать, а в реальности удара не хотят? Да там не в ударе, он просто укинул, за ним побежал Дарксир, все, он сбил ему этот дайгер, не дал ничего сделать, поставил стеночку, просто Леону, у которого был стан, нужно было просто зайти туда и застанить, все. И умер бы, умерла бы Винраннерка, Виндрейнджерка, и все, и тут два героя еще не умерли. Могли бы спокойно пушить, потому что Виндрейнджер была бы без Байбека. Но нет. Теперь она и с Байбеком, и деньгами в запасе неплохие лежат. Ну, правда, ну, вместо телепорта чего-то надо взять, посмотрим, чего. Может быть, даже какой-то Хекс купить, вообще, если так подумать. Хексик, неплохо было бы, потому что, на такой стадии Хекс решают. Райт-кликом купил Эмотекси Моншард, и прям сразу их съел его. Ну да, класть-то некуда, Эгис моментально. Потерял и Травел, а он в принципе, ой, Блинка он в принципе продал, или Братрум он лежит. Нет, продал. Блинка я не вижу. А, фу, все уже, застремился, Блинк лежит, все, все нормально. Он здесь. КВД, Слинкер с Верой бегает, 2,200, байбек у него будет. Но видим, что ФД проигрывать не собирается, и, как видишь, пока мы до сих пор, правда, не видели прокаста Парижной, и Леноманстера полноценного, что прям супер. Леноманстера быстро убивают, и гоним, потому что золото, больше ничего новенького мы не видим, ничего не появляется. У Дума рефреш, вот это, если он все в Дракник накинет, 2. Да, ну, главное в Ленку не попасть, главное в Ленку во время сбить. Это очень будет важно. Ну да, это беда. Если все будет сделано качественно, то и Вэра, Эмбер, которые будут вне файта, и это все, это конец. Лоттейшн Допарэшн купил себе Плэтмейл, скорее всего, это будет Лоттус Сорт, наверное, но... И, да, ну, я так думаю, потому что Лоттус Сорт здесь нужен. Леон. 2 200. Пока ничего больше не покупает. Есть Гост, ну и, собственно, на этом и все. Ну и боятся уже 1, 2, 3, понимать, что есть реально шанс проиграть, это Вэра напиливает неплохо, Эмбер все-таки приобретает мощь. У него остается один слот, и посмотрим, чего это будет. Какую торопирует здесь покупать, вообще не вариант, опять же, имея в противниках Дума. Те быстренько торопирует заберут, если понадобится это сделать. Посмотрим. Чего вот брать вместо Аквилла? 300 имеется. Ну и, если боишься брать рапиру, то еще какой-то из демидж-итемов это либо Дайдалс, либо МКБ. Либо МКБшечку, да, почему бы и нет. Потому что у него все есть вроде. Баттлфьюр есть, один Дайдалс есть, линка есть, плинг есть, тревола есть. Все, вроде. Ну, просто еще любой демидж-итем. Любой. А просто какой он возьмет? Лучше Дайдалс. Лучше без рапирки, да, все-таки оставаться? Ну, я думаю, здесь да. Потому что на месте Дума я бы прям присосался к этому Эмберу, если он будет... Даже два Дума можно ввалить, линку выбить и сразу... Да-да-да, и просто не отпустить его. Посмотрим, Аквилла выкладывает и просто гем себе кубедит берет. Понимаешь, что если Дум придет в инвизии, ты будешь один фармить, например, или сплитпушить, то тебе запросто могут убить элементарно Думом. И выход в смоках от команды ФД не палится фистами Эмбер, типа я тут подфармил, крипы просто исчезли. Правда, команда 1-2-3 на это никак не реагирует. Никто не мигал. Баратрум. Гем, 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 ну, пустите гем, ну, что вы все... Толк... Господи, просто в полкушку встает. Чины на Баратрум. Шеклшот, отлично, дается, можно моментально убить Дараксиро, Сноубол, прячет, но все-таки был на кого-то дан Дум, был дан на Меракл Дум. Хек, скейла, Вакуум по-трои, минус Двиндрэк, моментально, байбэк, минус Скай, минус Скейл, какой же там дэм отшатывай, какой же проказ сделал Дараксиро, здесь просто всех поубивал, правда, сам, конечно, погибает, Меракл, фокус вайрон на ППКС, ППКС минус, Хекс ловит, приходит QVD, Линк должен также убивать, минус Линк, но был байбэк, Верка сделала байбэк, и я Матехт должен просто блинк-каут делать и убегать. Причем они Драку выиграли 1-2-3 в салат, они раскастовали все грамотно, их убили, ультимейты просто дожарили их. Ну вот, понимаешь, Эмбера-то даже не пытается ультовать Дум, не кастует все ультимейты именно в Виндрэнджер, во всех файтах, как мы можем заметить. Даже Ликвидета намек, что, может, и рапирку пора бы взять. Ну ладно, посмотрим. 4-300 гем, но если бы, опять же, они могли еще круче, круче вайти файт, те же ФОД, и поевать получше. Ну, теперь Верка без Байбека. Если она сейчас погибает, то шанс, если в этой игре закончится. Тут уже крипы подходят буквально к трону. 1-4-4 вышка пала, надо быть поаккуратней. Ультимейт полетел, прям, наверное, на фонтан он будет залетать. И ровно по таймингу на Бортрум, того же залетит, скорее всего. Не-не-не, не успеет Бортрум появиться, ультимейт раньше залетит, скорее всего. Смотрим. Как красиво просто, в поле секунд оставалось, Линку Меракул сбили, Матя врывает, Абитс Блайд дает, и Меракул вот он. Здравствуйте, Байбек. Меракул, я пойду по пушу. Жив Бортрум, жив ССССР. Просто, что он сейчас сделал, он, скорее всего, выиграл. А кто Линку сбил вообще? Он выиграл игру, наверное, для своей команды. А, Линку сбил Бортрум, вообще с базы, как я понимаю, своим чаржем. Да. Как же круто было сделано. Вот это просто да. И все, иди, 120 секунд у тебя есть, халява. Забирай все, что хочешь. Нету одного из основных воров. Вер просто не поняла, почему Линка сбилась, в принципе. Это настолько было грамотно придумано, с базы сбил Линку. Ратрум, но я до сих пор не могу понять, насколько это было круто. Ну да, 100 секунд есть, и идти пуш, полтора минуты. Ну, хотя Эмбер тоже депить неплохо, Эмбер демеджа-то немало. Он еще и по дабл демеджу сам, кстати. Но, правда, он скоро закончится. А, да, аппарат ульту в молоко сейчас слил. Да нет. О, ну кинул, не попал по эсэфу. Сейчас посмотрим, что будет. Это же азиатская дата. Тут спокойно могут отойти людей. Ну да, да, да. Мы сделали вот такую 7 секунд у нас есть, а мы сейчас пойдем отойдем. Рошан там скоро появляется. Не скоро, конечно. Они уходят. Ну, может, они пойдут по центру попушат? Могут и по центру пойти, потому что по центру. Хотя там тоже кажется, что это аналогичное. Нет, сверху змеек наставили. Пайп нажимается. Ямотех есть, у него и бисалблейд. Ну, скорее, блин покупался, чтобы абиссаблейд кастовать, прыгать и абиссалдовать. Ну, поймей по Таурусу. Чуть-чуть-чуть-то. Ямотух. И пайп заканчивается. Пипик Си врывается, дает Шиву. Рефреш у него в кулдауне. Пипик Си. Ловит. Панч. Нажимает БКБ. Врывается. Ямотеха. 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 Кайкай. Надо очень быстро убить. какого-то змейки и ничего из этого. Нажимает имя. Кайкай. Ну, я пришел Аймберник. Снимаю с его линку. Направо, у него рапира, кстати. Мы немножко пропустили этот момент. А у него рапирка? Да. Но он на мужчину пошел и взял себе демо шитом. Ну, типа у него там лотус, линка есть. Лотус не сбивает. Да, не боится уже. Да, и... Минус 3. Очень глупый врыв. Там просто дум кастуется после того, как Верномасер уже все сделал. Все, что хотел, он все сделал. Все прокастовал. Кастуется дум. Ну, это байбайки подъехали от дума. 100% у Дарксера, скорее всего, тоже вдвоем дофить. Хорошо, бинус. Красиво. Они-то могут и победить сейчас от рапира. Главное, эту рапиру не потерять. Я бы на месте виноманстера, сейчас бы вместо какой-нибудь урны бы взял бы себе. Я тоже даггер. Чтобы летать, даггер нужен. Летать, с моментальностью и по всем дать. Конечно. Айс-бластик полетел. Айс-бластик на базу. Мимо. Линку сбивает. Кубедит, кубедит, надо действовать аппаратнее. Пытается вспушить центральный брак. И делается это вполне неплохо. Ямотех есть Абисаблейд, но сбить Линку только сейчас он сможет. Линка сбита. А, Линка сбита. Хотя, врываться одному, Ямотех байбек есть ли? Без дума трудно драться, но они бегут. А, ворваться, а ворваться. А, нет, Линка. Вечная очередная. Там просто бы фокус-файр. Ну да, там три ударчика буквально. Раз, два, три и все, он умер бы. Ну, они убили сторону. Здесь больше ничего не надо, они ушли. Ну, в такой минуте это что? Ну да, не страшно. Типа, дефикс. Вот сейчас боегисли к вити, хотя вместо чего? А вот вместо чего? Место троллов? Непонятно, вместо чего клачьте. Тут все очень нужно. Тут все нужно. Ничего вообще не ждет. Представлю, не знаю, что можно вложить в принципе. Тут надо жить как-то на своих артефактах, а аегисы и сыры раздавать уже с упортом своим. Да, сбиваетесь линк. Варды купился в Ultimate Warp и на подходе не знаю, может быть. А что может быть? Линка, Хекс, еще один для Леона и свой и приобретенный. Посмотрим. Хекс и Хекса. Хекс должен быть еще один. Кьюизи уже 4200. Можно на коммите. на Байбэк и на вторую рапиру положить. Пусть лежит себе. Если что, всегда можно. Потому что смотрим даже куда рапиру к Лассе Сэфу. Ну только Сэнжиашу наверное можно выложить. Сэф скоро мне кажется Сэнжиашу что-то заменит. Чтобы пора бы заменить. Опять же купить. Может даже доедалось элементарно взять себе. Да вот он, да, как раз он его и покупает. Сэнжиаш не нужна уже, мне его должно быть как раз вместо сэнжиашу возьмем сто процентов. Ну а что еще? А что еще? Буклобоя выкладывать. Лебесел. Ну да, вот он сэнжиашу можно просто продать. Так вот, а что еще мы говорим, а вот даже если рапиру выбьют СФ, забрать ее вообще не суметь никак. Вместо чего? Вместо блинка, если... Тайгер выкидывают еще один купить, ничего страшного. Ну да, Тайгер стоит подешевле. Сейчас такое уже. Не стоит как-то жалеть своей шмотки, чтобы забрать рапиру. Можно даже и любой демедшитом выкинуть вместо рапира. Да, рапиру всегда будут больше давать демеджа. Думбрингер. 25 левел есть, все слоты есть, моншар только можно купить, ну и в принципе заменять нечего, блинк очень нужен. Лотар он уже продал, можно заметить, купил себе блинк вместо него. Собственно, да, все, больше вообще покупать нечего. Остается только слоты там у того же ДСа, у Баратрума и у Леона. Остальных все слоты уже заняты. Больше класть некуда. Проблема. Когда слоты заканчиваются, тут надо надеяться уже только на... А вот, ну, у Верки. У Верки еще есть слот, один минимум, полноценный слот вместо телепорта. Миракл еще может что-то купить. Не знаю, МКБ там элементарно взять. Просто демеджи, а больше. Его и так хватает, но с МКБ там будут демеджи просто стадовое количество. Веномансер. Фармить еще много чего можно. Апаришный лотос лорб есть, Мидас есть, Легоним есть тоже еще. Топорик себе взял, слушай, нормально. Я заметил, что наступание нету ни одного слота креста вообще за игру не было. Ни одного. Ни одного Владимирса нет, как я понимаю, да? А Владимир тоже нет. Зачем они нужны? Аурайте. Бесполезный артефакт. Опять же, для Апариша, Апариша может просто развиваться, взять Владимирс вместо топорика. Топорик, парня. Владимир очень хорошо здесь. Хотя бы ФДшкам точно, потому что у них ну нету против них аппарата. Что Владимир всегда заедет нормально. Айсблаз прилетел по двум героям, прожимается пай, пьет на Рошанчик и не хотят ФД его отдавать. Ой, как не хотят, тем более имеет такой АДВ прокаст, имеем Берспирит, астрапирует, который можешь просто пистить. И приходит Меракл, так вот нагленько прыгнул, ставится Римнантик и пытается зайти спина, на Фернст и Парча, прыгает Дум, Кейла прокастовать Хекс, есть Фингер, Кейла пытается быстро убить, Кейла убивают, байбэк это Паришна, Паришна как-то убили, Американство просто нарушает, он просто его бьет, забирает, а Эггис, сыр дэнает, как я понимаю. Ну да, не нужен. Да, и... Дум... В чайне стоит, нажал рефреш, ничего сделать не может. Леон просто сейчас умер, вел с одного крита. Ну да. Был и не был. В итоге у тех у других горит база, там уже стоит гол и трон, там тир-4 вышки под атакой, надо возвращаться и всем другим на базу. Ну а Эггис у команды, ФД по итогу ведь, но был байбэк это Паришна, 2 в 1 по итогу файт, но... это не страшно, байбэк это Паришна, минус Паришна это вообще. ФД по-хорошему сейчас пойти по какой-нибудь нижней линии забрать этот тир-2 Тауэр, пока не с Эггисом, он сейчас быстренько это сделать, потому что с Эггисом, наверное, с ними против них драться не будут, будут на рампе встречать, а вот этот Тауэр, он, кстати, один из таких ключевых, потому что, если ты там выиграешь драку, кто-то будет без байбэка, ты захочешь пойти там что-то сделать, ты не сможешь там мега-крипов в каких-нибудь определенных стаутах, так что, Тауэр, 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 Тауэр нужно сносить быстренько. Тут ситуация была интересная, прилетел курьер за гемом, и Меркал этого курьера поджарила, сейчас говорят, заберите гем, вот он валяется, и идет сюда, ну кто-то идет, заберите вы гем, наконец, неужели никому он не нужен? Чикен, чикен же идет. А, чикен, ага, все, гем забрал, найс. Так, что у нас вообще по байбэкам-то, интересно, у байбэки есть по сути у всех, нету только у Баратрума и у Парижа, у Баратрума денег не хватает, а Парижа только-только выгнется. То есть, если что, файт всегда у нас будет продолжаться. Меркал, вышка очевидно сбирают. Замет будет бесконечный. Бесконечный, а потом-то, зная, когда делают байбэки, азиаты уходят, ждут еще 7 минут, потом снова повторяется то же самое. Эти могут, вполне. Ну вот, Тауэр не снесли и отошли. Еще, кстати, один гем. Гемов уже очень много. Виномастер игнорирует покупку блинка. Ни Форстафа, ни блинк, Гост, Аганим, Вейл. Ну, мы видим, насколько быстро Виномастера могут убивать, если захотят. Тот же Баратрум врывается, и там, пару ударов, Виномастер отлетает. Но вот Гост может немножко его жизнь продлить. Вопросов нет. Верка покупает себе Травеламп, пока что Айгис есть, поэтому ничего покупать не надо. Вместо него копит деньги на байбэк, ну и на чего-то еще, опять же, надо какой-то артефакт. Вторая рапера от Эмбера, он ее в курире оставляет все верно, и оставляет при этом себе QVD и байбэк. Ну, так вот, гарантию. Хотя байбэка пока нет, он сейчас его накопит. Гарантия, что если ты погибнешь, то всегда будет у тебя раперка. Вторая. Вторая рапера ему, во-первых, ее класть некуда, вот ее некуда класть. Во-вторых, и так дэмэджа хватает вполне, чтобы убивать того же СФа. Вот СФ мог бы сейчас какой-нибудь сделать ход конем, не купить не рефреш, купит, конечно, побольше МКБ. А вот Эмбер, ну что он, на что поменяет он себе тот МКБ. Класть-то некуда. Ну, рейстер рефреш есть, 4 секунды стана. Ну, Шадуфин, да, рефреш есть зато. Ну, такой тембилд, да, не совсем обычный, я без Салблэйд, рефреш. Ну, типа, да, дабл стан, все дела. Да, да, в этом-то и фич. Но... Чувствую, мне не получится это сделать. Посмотрим, пока не будем загадывать. Давай, ребята, может с Айгасом все-таки, поломаем. А пошли на топ. Там видят, что есть Меракл и знают, что он без телеванин, интервал это есть и... сейчас бы выйти к этому Мераклу. Вижена там нет никакого, а Эгисонит, если Меракла найдут, его и два раза убьют запросто, пока там будут лететь все тиммейты пройдет сто лет. Сейчас бы выйти, сейчас бы туда пройти бы, в лесочке, но нет, они не видели толком, где кто. Вард хоть и стоял, но... Вижена было немного. Поэтому не находит. Меракла, Меракла прячется. Стоит и выжидает. Полетела из Бласса на базу, проверяют, кто там на базе есть, на базе никого, говорит Опаришн. Все чисто. Да, и в итоге просто, Аэгисонит, он никак не реализуется, вообще никак. Хотя, можете пойду по низу, но там минутка остается до исчезновения, буквально минута. Если они с Аэгисом по универсу не пошли, то они без Аэгиса то точно. Без Аэгиса, на базе будут стоять вообще. АСФ покупает уже гейм, там варды для своих тиммейтов, потому что ему-то слоты уже не нужны давно. Рефреш, он как в нем будет кто-то в Курьере, что ли, возить или что? Может, то его класть некуда. Блинк тут нужен, по-любому, без блинка никуда. Опять же, тогда от Рефреша толком и не будет. Не будет никакого. А Курьер пока особо не ездят с АСФом вместе. В рейв, на центре, Мерка получает Дума. А вот это очень круто, что Дум Меракл получил. И какие же там фисты? Отличный вакуум, по троим полетел Айз Бласт. Минус тут, Курьер избивает Аэгис, я что-то подумал. Что-то подумал. Дум по второй есть, не надо его кастовать. Ча-ча-ча. Ди фисты, врывается, QVD, минус PPC, Меракл подумал, правда, это не проблема. Тут, делал байбэк, Меракл должен погибать, минус Меракл. Далеко, далеко летел Аэмбер спирит, можешь еще подзабирать там, с кого-то. Аэмбер идет, Варка есть байбэк. Связали, 343 и 343, без байбэка. Еще, еще догоняют, у тебя сейчас будет. Ну, есть там, есть там Айз, Айз Б поцепить, но Айз не находят. Было много байбэков, много. Сейчас посмотрим, сколько Леон и Варка плюс байбэк сделали. У Дума есть байбэк, но Дум без Дума. Он будет, по сути, не то, что бесполезен, но от него будет не так много толку, как было бы сейчас. Нет фрешер, нет у него. Вот сейчас вот на нижний тавр можно зайти, на нижнюю сторону и туда закинуть вильтву аппарата и там начать драться. Ну, аппарат уже сам. Брэйб на Меракла. Исхекс, лот удается, в ответку, подков, пошел Вайз, Айза можно убить, врывается Ематьеха, какие же там плюхи, минус Веномансер. Дум уже с байбэка. И Меракл пока не прыгает, они просто в трону идут. Понимаю, что их не остановить, их нечем остановить. Тут, блядь, героев. Дараксир, почему байбэка нет? Давай, давай, байбэк, 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 давай. Хотя у них прокаста 0. Они набасят, это не понят, что это конец. А так. И... Яматьех, Рекуум, ну да. Ну что ж, ФД победили. Хотя уже, по сути, должны были проигрывать. Смотрим, слушай, Кведи, больно, 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 Сноуболова прячет, теряет Рапиру. Яматьех. А Рапиру класс некуда, Рапиру некуда класс, Альсбас предает Яматьех, минус Яматьех, Яматьех байбэк делает, но трон падает очень быстро, и остается там по 700 хп у трона. Листы пошли. Забрал Рапиру. Минус Виндрейджа, минус Апариша, минус тут с байбэка, нет ни у кого, надо идти просто на развороте, надо просто лететь вниз. Просто всем надо лететь массово вниз. Там два героя, Эмбер Рапиру себе уже вторую взял, я уже все похоронил, потому что Эйсов тут какой-то непонятной фигней страдал, но нет, они не проиграли, они не сдаются, потому что Эйсов тут рекиум какой-то раздавал, стоял на месте. Вон, одна Рапира валяется около базы. Так да, она никому вообще не нужна. Дум пусть возьмет какой-то. Ты знаешь, что сделал Эмбер Спирит? Он втп снялся на базу к противнику, подбежал к магазину вражескому, там со Стэша перекинул себе вторую Рапиру к себе, и начал это сдавать. Он мог и вторую потерять сейчас. Почему Рапиру? А, ну блин, опять же, видишь, когда им просто Рапиру кто-то должен взять, Яматьех, да, Яматьех в карту Блинк. Надо просто лететь сейчас и выигрывать, там есть время. Есть еще 30 секунд, когда будут два героя дефить. Да он не может понять, что происходит, говорит, Блинк не хочу выкидывать. Он тупит просто, смотри, он тупит, он понимает, что происходит. Они просто убили героя без вайбека и стоят на месте. Это конечно, и БКБ выкладывает. Просто у них есть реально время сейчас пойти просто в трон. Он потерял, он потерял секунд 40. Они могли сейчас трон просто убить, там гол трон стоит, посмотри, там 4 200 хп с рапирами, со всем демеджем этим, просто идешь в трон нажимаешь и убиваешь его. Ладно, они так и идут. Ну уже время прошло сколько? Уже туск, живо. Время прошло, сейчас. Четыре героя живые, четыре. Чины, есть. ППКС нажимает шиво, урывается Айс, экспо Ка, и Кай надо делать проказ, обязательно, Кай надо делать проказ, Кай нажимай ультимейт, есть фиг, трон 3-4-3, стоит делать то же самое Амотех, нажимается глиф, арки еще не будут 25 секунд, под фонтаном убивают луна. Просто развлекает, глифта уже нету, просто убьют барак. И очень больно, очень, Амотех прыгает туда-сюда, Амотех еще надо немножко пробить, этот самый трон, врывается Кейл, успеет ли убить Амотеха? Нет, не успевает, и гуд гейм, элплейт. Это не игра, это просто какая-то жесть была только что, это концовка. Адовый замес. Да, ну, первая карта, просто по сравнению с теми играми, которые были сегодня-вчера, вот ты пришел, и игры стали high-level'а. Час 0.8, и ИСа-Дуна Тега побеждает, это всего лишь первая карта, нас еще ждет минимум 1 и максимум 2, пока мы уходим на паузу.